очередной заказ из магазина gearbest заказ был сделан 14 февраля как раз в канун китайского нового года 3 марта магазин отправил и 17 марта я уже получил вот собственно странно почему магазин gearbest наклеивает адресную наклейку на наклейку от заказа вот и уголки торчат может что-то прячут ну собственно он под низом наклейка я пытался отрывать адресную но вы не отрывается за вот особенно если присмотреться тут просвечивается штрих-код нижней наклейки ну ладно давайте открывать смартфон дуги если точнее дуги turbo mini f1 вот его краткие характеристики ну давайте прочитаю четыре с половиной дюйма дисплей IPS матрица OGS 260 на 540 точек четыре ядра mtk6734 это уже 64 бита процессоры поддерживает 2g 3g и 4g ftd lte 1 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт хранилища камеры 8 и 5 мегапикселей ну вот наклейка магазина языки наклейка с кодом проверки подлинности ладно открываем так граница Ого, тугая крышка. Аккумулятор, написано 2000 мАч и 3,8 Вольта, вот, Charging Voltage Limiting 4,35 Вольта, здесь у нас СИМ1 стандарта мини-СИМ, СИМ2 микросимка, ну и собственно слот под микроизоляцию. СД карточку. А вот поддерживаемые частоты на наклейке GSM, VCDMA, FDDLTE. Не знаю, у нас на Украине пока с 4G все плохо и грустно, 3G вот только раздали операторам частоты недавно. Так, что у нас здесь? Квик Гуд на английском. В общем, быстрая инструкция на английском. Но есть на английском, ЕС, не знаю, может Испания, ПТ португальский, французский, итальянский, немецкий, Нидерланды. О, и даже русский. Инструкция по технике безопасности. Ха-ха. И греческий. Собственно, русского тут немного. Зато есть куча картинок. Вторая защитная пленка. Тряпочка для протирки. Зарядное устройство. Выпаде. Тысячу миллиампер. Гарнитурка. И микро-USB кабель. Все. Все. Так, телефончик. Да знаю. Микрофон не на нижнем торце, а вот он. Вот его отверстие. На левой грани качелька громкости. Справа кнопка блокировки выключения. И сверху микро-USB. И разъем под гарнитурку. Сзади. Ну, собственно, такую заднюю поверхность мы уже видели. Не будем называть, где камера. Со вспышкой. Ну, что еще рассказать. Кнопки без подсветки. Здесь датчики, динамик, камера. И, похоже, там есть... А может быть и нету, но это будет в полном обзоре. Индикатор событий. А мне нравится этот телефончик. Удобно в одной руке держать. И, в принципе... Понятно, сети нету, но... В принципе, можно одной рукой выбрать контакт или набрать номер. И позвонить. А, фича этого телефона. Трехпальцевый скриншот. Пригольно? И, похоже, торцы металлические. Ну, алюминий. Камера. Ну, собственно, камера вот как снимает. Так, а где у нас... Где настройки? Ну, ладно. Делаем вот так. Сеттинг, с настройки. Телефон. О, Android 4.4.4. Пять касаний. Вот тут будет виднее. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. А мне уже начинает нравиться этот телефон. Что у нас здесь? Ну, понятно. Smart Geest Tourist. Это управление жестами. Smart Wake Up. Это... Нарисовали букву на экране. Запустилось приложение. А где у нас русский? Русский, русский, русский. Вот русский. Что у нас с переводами? А, собственно, перевод нормальный. Ход к нот. Астевой режим. Системные жесты. Три пальца скриншот. Два пальца громкость. W tap to lock screen. То есть двойное нажатие. Блокирует экран. По идее. Или как? А. Два раза хом надо нажать. Вспомнил. Вот такой вот он. DOOGEE TURBO MINI F1. Не удержался. Поставил Antutu. 30 360 баллов. А еще телефон очень легкий. 113 грамм. Все. На этом все. Всем спасибо за внимание. Критикуйте в комментариях. Ставьте лайки. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok